На троих Семенчук, почему у вас шишка на лбу? Шишка? Шишка, то фигня Кто мне руль новый Оплачивать будет, а? Успокойтесь, Семенчук, как вы получили эту шишку? Да как? Это самое Еду, никого не трогаю На своем луноходе Вы хотели сказать на машине, да? Нет, после это самое Поездки по этим кратерам Это уже луноход, а не мас Ясно, какое ваше обвинение В сторону представителя Украинского автодора Вот я из-за них вот Напарника потерял Как это произошло? Да как? Едем, никого не трогай Тут лужа Огромная Я говорю Выйди, это самое, посмотри Проедем, не проедем Он выходит, это самое Ногой ступил, а там Сука, трещина Как-то шоцало его Прямо у меня на глазах Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста Семенчук, успокойтесь Все понятно Да Слово предоставляется представителю Украинского автодора Пожалуйста, Олег Петрович Ой, Ваша честь Да Вот честное слово Не могу я понять, где они эти ямы находят Я каждый день езжу С дома на работу С работы домой Ну, дорога просто идеальная Ваша честь, можно я его ударю? Истец, я вас прошу Держите себя в руках Тем более, вы преувеличиваете проблем Преувеличиваете? Дороги по чуть-чуть, но ремонтируется Преувеличиваете? Да Покажи мне хоть одного человека Которому бы вот нравились эти твои дороги Да их сколько угодно Да? На шиномонтаже ребята довольны СТОшники нас благодарят Послушайте, послушайте, Олег Петрович Что вы еще скажете в свое оправдание? Ну, что я могу сказать? В этом году на ремонт дорог выделена рекордная сумма Ага, вы считаете, что это оправдание? Нет, я считаю, что это деловое предложение вам лично Может, мы как-то договоримся? Ах ты скотина такая Избухайте, Семенчук Никогда не думала, что я это скажу Но мы с вами как раз не договоримся Браво! Почему? Потому что я тоже по этим дорогам езжу Ага И мы с вами не договоримся Так что вы признаетесь виновным И приговариваетесь судом к исправительным работам Подождите Это самое Может, не надо Исправительных работ? Ну? Я уже пошлют Дороги заделывать А это же замкнутый круг А что вы предлагаете? Можно? В качестве этого самого наказания Он ко мне напарником пойдет У меня как раз пять рейсов Николаев-Кировоград Очень интересно, кстати Николаев-Кировоград? Ваша честь Я вас очень прошу Это негуманно Это очень жестоко Давайте каменоломни Давайте урановые шахты Но только не Николаев-Кировоград Я вас умоляю Спрошу Судом решение принято Пойдем Я тебя научу Баркировать телесо Маза На весу Пойдем Пойдем Напарник Николаев-Кировоград Не надо Да я Да мы Да я понимаю Что вы начальница А он клиент Что? Куда пошел? Пропесочило, да? Скорее Песочило Блин Ну подумаешь Не перезвонил клиенту Из-за этого сделка сорвалась Так что теперь Оскорблять меня что ли? Ничего Ничего Я ей когда-нибудь Все прям в лицо выскажу Кстати В японских офисах Есть специальные комнаты Где сотрудники Могут высказать все Что они думают о своем начальнике А начальница? Конечно Ты что делаешь? Сейчас мы прям здесь И устроим эту комнату Эй Эй Оу Мышь очкастая Мымра аудиторная Дура креативная Стерва супервайзерная Крыса Лизинговая Факс 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 Ю Поцелуй меня Подсчет Носка Флипчартовая Степлер тебе В рот Кулер тебе В булке А? Класс Ух Давай еще Подкидывай Гадюка кабинетная Гадюка кабинетная Крокодила Анаконда Крокодила Анаконда Трубку не выключил Трубку не выключил Здрасте Так виделись уже Ну а че? Замолчал Давай продолжай Так интересно было Мне подумать надо Подумаешь? Конечно подумаешь У тебя как раз будет Время на выходных Поработать здесь И эти выходные Не будут оплачиваться А ты че ржешь? Ты тоже будешь работать Так сказать Поддерживать будешь Свою коллегу А я за что? А я за что? А как это за что? За креативность За идею эту С японской комнатой Два дебила Это ж села, да? А ну быстро сиять И работать Японцы недоделаные Японцы недоделаные Для того, чтобы мы дали вам кредит Вам нужен бизнес-план А вы не могли об этом сказать До того, как я вас постригу? Я просто не успеваю Сходить в салон красоты Допоздно работаю Вот и Понятно Воспользовались Служебным положением Вы что? Я здесь ничего не решаю Я могу позвать руководителя Если хотите Евгений Михайлович Да, да Вот Ну что? Очередной молодой человек Делает вам предложение Оплатить за него кредит? Нет Молодой человек Хочет открыть салон красоты Но у него нет Бизнес-плана Да Парикмахер это ничего Но пусть Сначала покажет На что способен мастер Будьте любезны Ну вот и все Ну что? Как вам? А что? Хорошо 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 Каков будет ответ По моему кредиту? Молодой человек Это все конечно Хорошо Но Бизнес-план вам все равно Понадобит Одну секундочку Я тут волосинку пропустил Сейчас закончу Хорошо Хорошо И Пожалуйста Что вы наделали? У меня Через три дня Советы директоров Только у нас в салоне Самые лучшие парики И средства для наращивания волос Мы ехали в твой салон Для начала нужно кредит Я могу хоть завтра открываться Молодой человек Поздравляем Рады приветствовать В нашем банке Вам Одобрен кредит А как же бизнес-план? Кому нахрен вообще Нужен этот бизнес-план? Вика Быстро Выдаем ему деньги Да-да-да Боже Итак Потерпевшая Рассказывайте Что произошло Я гуляла по парку И тут Из кустов На меня вылетело И напало Вот это вот Извините Пожалуйста Полчаса Он меня Обнюхивал А потом Начал тереться Об мою ногу Вот этим вот Самым Своим Вот этим вот Ну вы понимаете Да-да Извините пожалуйста Мне очень жаль Но самое страшное Что когда я хотела вырваться Он Начал рычать И пытался укусить меня за попу Простите пожалуйста Мне очень жаль Я считаю таких Усыплять надо Я тысячекратно Извиняюсь Я извиняюсь Все понятно Ответчик Что вы скажете В свое оправдание Понимаете Арчибальд очень умный И очень способный пес Он даже медали получал На международных выставках Вот они Сколько их Я вижу Но почему Произошел этот Неприятный инцидент Понимаете Он чемпион И нам заказали Потомство Но так как он всегда На выставках Он этого делать не умеет Вот я решил На собственном примере Показать Как это нужно делать Так это делали и вы А не пес Да Я его так многим командам Обучил Сидеть Лежать Фас А вот решил Теперь изучить Команду секса Да Арчи болит На троих Ой туки-туки Родненькие Господи А мне же сегодня Еще черная кошка Дорогу перешла Ну точно думаю Какому-то несчастью Да ребятушки У меня несчастье Оно вот перед нами сидит Ну что вы так Как будто не родные Как будто не рады Меня видеть Слушай Багировна Давай не тяни кота За что ты там Обычно клиентов Втягаешь Давай к делу приходи Что случилось В общем Меня ограбили Украли огромную сумму денег Всех нас каждый месяц Обкрадают Все мы коммуналку платим Давай Что конкретно Где Когда Произошло В общем записывай Ага Гражданин Говоруха 75-го года рождения Да Сколько украл 500 тысяч долларов 500 тысяч Да 500 тысяч долларов Так Когда это произошло Пиши Пиши 10 лет назад Нагировна А что ж ты 10 лет назад Не пришла Что была занята На работе Да не Я просто не знала Что меня Ограбили Как это Ну в общем Слушайте 10 лет назад Я шла к своему Другу Говорухе На день рождения С такими бабками И что это за друг Такой Которому на день рождения Дарят 500 тысяч долларов Он что Начальник милиции Что ли Да не Я вообще без подарка шла Подожди Как это без подарка Ты шла Я просто долго не могла Определиться Что ему подарить И решила Что-нибудь такое Красивое Что-то такое яркое И Подарила себя Да Подожди Так если бабок не было Как тебя обокрали Господи Вот читайте Девушка из Канады Продала свою действенность За 780 тысяч долларов А я не гордая А за 500 продаю Так Я вообще Ни хрена не понимаю Так как же вы не понимаете Вот если бы я раньше знала Я бы свою действенность Не подарила бы А продала А этот говоруха Воспользовался тем Что я не знала Рыночной стоимости услуг Понимаете Я требую Поехать к этому говорухе И шибануть его На 500 тысяч долларов Я сейчас Официальный вопрос задам Анжела Багировна Филиппова Ты совсем шибанулась что ли Да шо ребята Ну вот представьте Если бы я раньше Вот это вот Продала бы ее Может быть И судьба у меня По другому сложилось Может быть Я бы И не была Проституткой Хотя нет Была бы Так Мисс окружная 97 От нас Ты че хочешь Я хочу Чтоб мы с вами Вместе Поехали к этому Говоруху И взяли И взяли у него 50 тысяч Хотя бы Хотя бы Гривен Так Багировна Все иди домой Так по 50% Я тебе говорю Иди домой отсюда уже Давай дуй Иначе я тебя сейчас Обворую вот в клетке А потом на столе Вы знаете Вот я так и знала Что надо было идти К частным бандитам А не к государственным Ну дуй отсюда Дуй давай Ты посмотри на нее Смотри че пишет Канадский гей Продает свою девственность За один миллион долларов Миллион Нам таких денег Даже до пенсии не заработать Да че там До пенсии следующей жизни Не заработать Слышь А может Разместим объявление Мен девственник Это вообще эксклюзив Я сейчас не пойму Ты шутишь Или серьезно Конечно шучу Кто нам миллион заплатит Давай хотя бы За 50 тысяч Большое спасибо Товарищ судья За то что Посадили вот этого Ужасного человека В клетку Потому что он Мне всю жизнь Испортил Вика Ну что ты несешь Это же я Я твой законный Мус Девушка Ну уже все хорошо Вам ничего не угрожает Вы не переживайте Главное Говорите Так вот Я хочу сказать О том что Он издевался Надо мной Последние 12 лет Моей жизни Ну это же вообще бред Мы здесь Зенаты 10 лет всего лишь Замолчите А до свадьбы Ты надо мной не издевался? Так вот Последние 12 лет Я можно сказать Была у него в рабстве Да Он морил меня голодом Ничего себе Ну вот это Уже наглая лоз Да каким голодом Я тебя морил Но Я каждую неделю говорила Пойдем сходим в ресторан Я так хочу в ресторан Отведи меня в ресторан Он говорит Нет Наверное хотел Чтобы я С голоду умерла Это подсудное дело Да Короче Мы кусали дома Притем Кусали То что она готовила А готовит она Если тесто Ну полное говно Коля Я вообще должен На нее в суд подать За попытку отравления Молчите Ответчик Вам слова не давали Продолжайте Гражданка А еще Все 12 лет Он хотел Чтобы я замерзла Вот это уже Наглый поклеб Между просим Хотел чтобы я Умерла от холода Потому что Последние 12 лет Я хожу зимой В какой-то баллоневой курточке Не в какой-то А в югославской А видите ли Потому что Он не может мне Купить шубу От козел Ну Вот За вот это Вы и все ответите Товарищ судья Это Между просим Оскорбление Листности Не личности А тебя Продолжайте Пожалуйста А еще Он запрещал мне Видеться с родными Что? Ну это вообще Уже какая-то ерунда Да Ты так и говорил Чтоб ноги Твоей матери Больше не было В нашем доме А еще Назвал мою маму Старой ведьмой Ах так Ну это я Любя Ага Суд готов Вынести приговор Так Суд постановляет Николая Бычкова Признать виновным И избрать Мерю пресечения Смертную казнь На электрическом стуле Ну что за бред Вообще Идиотизм Да у нас Отменили Смертную казнь Давно Короче Ладно Все Давайте Заканчивайте Этот свой Беспредел Все вы хотите От меня Обе А говорите Так Каждую неделю Поход в ресторан Шубу Я переезжаю К вам жить Да Ну не знаю Ну что ты не знаешь Ну не знаю Может мне электрический стул Луций выбрать Об меня как подзарило Коля Ладно Давайте Что вы там хотели Шубу Полусубок Ресторан Ладно На сходим раз в Макдональдс И я переезжаю К вам жить Только Тестями Сами знали Кого выбирали Так что Выпускайте меня Беспредельщиты Приговор окончательный И обжалованию Не подлежит Идиот А я не скрываю Между просим Дебил он и есть Дебил Такими-то Жить Можно Вообще С ума Тойти Ваша честь Мы Как потерпевшая Сторона Слышь ты По тебе И сразу Видно Что ты Потерпевший Я вообще-то Его первый раз В жизни Вижу Девушка Успокойтесь Истец Продолжайте Пожалуйста Наш автосалон Как потерпевшая Сторона Просит Удовлетворить Иск Ааа Так ты Неудовлетворенный Че ж ты Сразу Это не сказал Ну идем Я тебя Удовлетворю Че мы К этой бабе Пришли Девушка Я сейчас Вас удалю Из зала Суда А мы С вами Не друзья На фейсбуке Что вы Меня удаляли Я вас Удалю За неуважение К суду Ой Напугали Блондинку Перегидролю Ладно Пусть продолжает Мне прям Интересно Что он там Скажет Успокойтесь Истец Продолжайте Пожалуйста Мы требуем Я между прочим Не уверена Что до меня Они были Не помятые Да это салон Там только Новые автомобили А сейчас Будут разные Девушка Вы помяли Самые дорогие Машины В салоне А вот будешь Орать Тебе и лицо Помнуть Понял Истец Что вы Требуете Мы требуем Материальную Компенсацию В размере Пятиста Тысяч Долларов Слышишь Истец И в рифму А ты с ноликами Не ошибся Не Я между прочим Деньги зарабатываю Они с неба Они мне падают Понял Так девушка Успокойтесь Пожалуйста Все Суд готов Вынести Приговор Иск удовлетворен На пять долларов На пять? Ну хорошо На десять Ну знаете Я этого так не оставлю Мы будем Подавать Апелляцию Да иди там делать Свою депиляцию И не забудь указывать Где газ А где тормоз Вы представляете Девушка Я хотела купить У них в автосалоне Машину Так они мне Скидку зажали А Вот ты красава Ну а с вас Пять тысяч За неуважение К суду С чего это? Шесть Слышь Каза Ты сейчас это самое Нарываешься Ах так Семь Да что за беспредел Давай побазарим с собой Как баба с бабой Власен Вот на Вот вам десяточка Для ровного счета Значит так Ты овца И курица Госпожа судья Можно побыстрее? А вы не мешайте суду работать Продолжайте пожалуйста Ну Госпожа судья Долго там еще? А что вы сбиваете судью? Она сейчас вот Примет Неправильное решение И все Пускай ознакомится Со всеми материалами дела Госпожа судья Все Суд закончил считать Ой извините Суд закончил Орсмотрение дела И Пришел к выводу Что доводы Господина Крутенко Выглядят Более весомыми То есть Земля моя Да Минуточку В таком случае Я хочу приобщить к делу Вот эти так сказать Документы Я протестую Протест отклоняется Документы приобщены И земля В центре достается Господину Иванину Стоп Я бы хотел Приобщить к делу Еще очень важное Вещественное Доказательство Вот этот Драгоценный металл Ну что ж Чаша весов Явно На стороне Господина Крутенко Одну минуточку Раз пошел такой Суд Я бы хотел Приобщить Так сказать К делу Вот эти Драгоценные Камни Итак Беспристрастная Фемида Постановляет Что дело Выигрывает Господин Иванин Секундочку Приобщите Пожалуйста К делу Вот эти Документы Подтяжки Подтверждающие Вы себе позволяете Зато Хороший Тюнинг Прошу вас Ну вот Снова Фемида На стороне Господина Крутенко Секунду Золото Девятьсот Девяносто Девятая Проба Пожалуйста Господа У вас Еще есть Какие-нибудь Материалы Чтобы Приобщить Их К делу Есть Вот Обручалочка Пожалуйста Неплохо Конечно Теперь суд Готов Вынести Решение Рассмотрев Все материалы Дела И приобщив К делу Постановляю Передать Землю Государству Как государству? Что тут происходит вообще? Поскольку я Представитель Закона Значит Государство Это я Приговор Окончательный И обжалованию Не подлежит Кто мы? Мы боги Этого офиса Да Кто мы? Ну кто мы? Слушай, покажи еще раз Ну вот же Да Мы боги Этого офиса Она будет ползать Тут на коленях И умолять нас О пощаде Ну и как это называется? Вот и мне, коллега Непонятно Как это называется? Вышла Постучала И зашла Как нормальный человек Да, девушка Это к вам Обращаются Я не понимаю А что Вообще В край Охренели Как вы разговариваете С боссами Этого офиса Так Я не понимаю Что здесь происходит Но я надеюсь Что к вечеру Отчеты будут готовы Пожалуйста Сама доделаешь Два Так Ну придурки Вы меня достали Вы увалены Не так быстро Дамочка Пожалуйста Что такое? Да, речи пропало Как видите У нас на вас есть Компромат На котором вы На корпоративе Целуетесь С Алексеем Алексеевичем Нашим генеральным И? И Отныне мы будем В этом офисе делать Что хотим И когда хотим И если захотим Понятно? Значит так Уважаемые придурки С Алексеем Алексеевичем Мы уже Полгода Как супруги И об этом Компромате Уже знает Весь офис Кроме двух Дебилов Которые сейчас сидят И смотрят на меня Так что Кто вы? Неосведомленные Вовремя люди Нет Кто Вы? Лузеры? Не слышу Идиоты Таташа Работайте Чтоб я еще раз Повелся на твои фишечки Да никогда в жизни Больше Дайана Викторовна Кто вы? Идиоты На троих Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин